МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведущие торжественные церемонии награждения финалистов 14-го всероссийского телевизионного конкурса ТЭП-регион-2015 телеведущие Петр Варченко и Гузель Камаева. Добрый вечер, дамы и господа. Стоп! К этим кадрам вернемся позже. Это скорее финал омской истории под названием ТЭФИ. Сейчас же я предлагаю нажать другую кнопку «Включить телеканал РТР». Помните такой? Сейчас он называется иначе – Россия. Но в год, когда журналистам вручили первые бронзовые статуэтки а-ля «Золотой Оскар», никто и не думал отправлять звучную аббревиатуру РТР на пенсию. Это был 1995 год. И вот примерно на таких ящиках, будем называть вещи своими именами, зрители увидели, как на сцену МХАТа вышли известный журналист Владимир Познер и очаровательная ведущая программы «Вести» Арина Шарапова. Позже в интервью Шарапова не раз признавалась, как же ей было страшно, как сильно било сердце, как дрожали руки. Сцены художественного театра. Рядом не кто-то, а сам Познер. А в зале – самые строгие зрители. Коллеги по эфиру. Тогда я себе подвернула ногу, и надо было в театре МХАТ спускаться с высокой лестницы. И мне принесли ледокаин, и вот как хоккеистам, вот знаете, замазывают ноги вот этим специальным вот средством, и они не чувствуют боли. Вот такое со мной было. Ну, мы замазали ледокаином, и я даже не хромала. Хотя потом, конечно, я попала в больницу. Сейчас настал момент показать того, кто был в центре внимания в 1995 году, и кто спустя 20 лет остается самым почетным, самым дорогим гостем на церемонии ТЭФИ. Ведь я сейчас говорю об Орфее, о главной награде тележурналиста, о символе профессионализма и признания. Спортсмен стремится получить олимпийскую медаль, актер – Оскара, а телевизионщик – Орфея. Изготовил бронзовую статуэтку «Неизвестный». Нет, имя творца не забыто. Неизвестный – это фамилия скульптора, которому в этом году исполнилось 90 лет. Живет в Нью-Йорке. Именно в Нью-Йорке Эрнст Иосифович Неизвестный в 1994 году встретился с Владимиром Познером, тогда президентом Академии российского телевидения. Решение учредить специальную журналистскую премию России приняли. А вот что дарить телетитанам? На этот вопрос ответил неизвестный. Он предложил Познеру бронзового Орфея – скульптуру древнегреческого певца, который разрывает на себе грудь и играет на струнах души. Однако Орфея Эрнст Неизвестный специально для Тэфи не создавал. Он появился в его коллекции немного раньше. Это был крик души, отлитый в бронзе. В 1962 году в московском Манеже открылась выставка молодых художников-авангардистов. В экспозиции были и скульптуры Неизвестного. В первый же день на выставку пришел Никита Хрущев и приказал убрать работы. Тогда-то в мастерской Эрнста Неизвестного родился знаменитый Орфей – символ страдающего Творца. Тот первый Орфей, конечно, по габаритам для наградной статуэтки не подходил. Для Тэфи двухметровую скульптуру уменьшили. Вот так бронзовая драма Неизвестного вошла в историю как радость известных журналистов. Орфей – награда тяжелая и дорогая во всех смыслах. Вес статуэтки чуть больше 8 килограммов. Цена – около 1000 долларов. Я 18 лет работаю на одной программе «Доброе утро». Вот теперь у нас есть Тэфи. Друзья мои, это большое счастье, что оценили нашу работу. Честно, я в шоке. Я сначала так расстроилась, а теперь я такая счастливая. Спасибо вам, ребята. Это наша победа. Премия Тэфи родилась в 1994 году. Кстати, она стала русской родственницей Эми. Это главная телевизионная премия в Америке. Но у Тэфи есть не только старшая иностранная сестра, но и младшая, которая живет в глубинке нашей родины. Догадались, куда тянутся ветки этого генеалогического древа? В Омск. Ведь именно наш город в этом году принял всероссийский телевизионный конкурс Тэфи-регион. Премия Тэфи-регион появилась на свет в 2001 году. Логично. Корреспондентам из небольшого городка побороть в телесхватке, скажем, репортеров Первого или НТВ, практически нереально. Разные весовые категории. Здесь федеральным каналам мощи прибавляет и техническое оснащение, и финансы, и огромное поле информации, которое бывает и за один день не спашешь. Региональным журналистам за один день нужно перемолоть гораздо меньше фактов. Это вроде хорошо, но в то же время и плохо. Ведь новостное меню из-за этого становится очень скудным. Приходится придумывать, а чем удивить избалованного информационными явствами клиента. Именно поэтому фонд Академии российского телевидения открыл отдельный ринг для региональных телебоев. Что касается Тэфи-региона, там всегда существовала необыкновенная, удивительная атмосфера. Я сама, честно говоря, удивляюсь этому. Наверное, потому что все-таки настоящая жизнь, она не на Садовом, как говорится, кольце, а именно за ним. Именно настоящая жизнь в регионах находится, а не в Москве и не в Петербурге. Тэфи-регион конкретный город для ПМЖ не выбирает. Каждый год конкурс кочует по России. В этот раз премия решила остановиться в Омске. Надо отметить, что Амичи были рады встретить такую гостью и ее свиту. Почему Омск? Здесь все совпало. Замечательный город, город-миллионник. Это большая радость, что 12 канал оказал такое фантастическое внимание Тэфи. Это очень здорово. У вас великолепный руководитель на канале, у вас классная атмосфера. Я вот смотрю на город, смотрю на людей. Очень интересные, очень открытые люди, очень искренние. Самое интересное, что они говорят правду в лицо. Это очень приятно. За Орфеями в наш город приехала практически вся телевизионная Россия. Больше полусотни журналистов из Челябинска, Барнаула, Махачкалы, Абакана, Новосибирска, Оренбурга. На самом деле Тэфи-регион предназначение очень большое и очень важное. Потому что Россия, страна, у нас состоит из маленьких городов. И Тэфи-регион собирает как раз маленькие города в единое. А если мы едины, это получается Россия целостная Россия. Однако четвертая власть, хоть и прибыла в таком мощном составе, совсем не опасна. Профессиональное оружие, камеры и микрофоны оставили дома. Здесь они не работают, а учатся работать. Мы привезли информационную программу, ведущую нашу показать хотим. На самом деле интересно очень, что скажет жюри по поводу манеры ведения, по поводу верстки, анонсов, шпигеля. Региональная Тэфи, в отличие от федерального, это не только конкурс, но и школа. Учителя которой чаще появляются в телевизионном экране, а не дома перед телевизором. Добрый вечер, в прямом эфире «Вести Москва», 16 сентября, в ритме Большого Города. Свой урок телеведущей программы «Вести Москва» на канале «Россия-1» Михаил Зеленский начал крайне необычно. Предложил всей аудитории сходить вечером на концерт Гарика Сукачева. Оказывается, гастроли певца совпали с региональным этапом Тэфи. В шутке Михаила была своя правда. Музыка играет в его карьере не последнюю роль. Журналист признался, песня помогает без запинки провести эфир. Так он тренирует голос и делает это при каждом удобном случае. Поет в машине под радио и даже в ньюсруме, когда пишет подводки. Вот так, с песней. Он со своей командой программы «Вести Москва» в 2001 году получил музыканта Орфея. А что касается эмоций, которые мы испытывали, я помню, что у меня тогда был в программе режиссер Юра Касаван. Он так метра два роста, статный парень, хорошо накачанный. И вот я помню, что он как-то меня сгреб так в охапку и так практически вынес туда, к сцене. Ну, наверное, такие. Все просто ловили кайф от того, что произошло. А вот мастер-класс специального корреспондента Первого канала Антона Степаненко прошел без шуток. Антон – военный журналист. Вот уже 11 лет он ведет репортажи из горячих точек. Ради лучшего кадра готов ринуться в самое пекло. Опасность – это его наркотик. Уже после двух недель, проведенных в сытой Москве, у Степаненко начинает портиться настроение. Настоящая журналистика, говорит Антон, там, где не нужно искать истории. Они сами находят тебя. Бывает ли страшно? Бывает. Как реагирует на работу семья? Боятся, переживают, но удержать не могут. Нажать на кнопку «Стоп» не заставила даже смерть коллег, которые погибли в прошлом году во время минометного обстрела под Луганском. А ведь журналисты телеканала «Россия-1» Игорь Корнелюк и Антон Волошин, так же, как и Степаненко, просто хотели первыми добыть информацию. Но цена их эксклюзива оказалась запредельно высокой. Ну, это эгоизм, я считаю. Потому что, по большому счету, ни одна информация, по крайней мере, в современных конфликтах, она не стоит жизни. Ну, что мы такого снимем? Что такого судьбоносного, что останется в веках? Петр Орлов, Тимур Твалтвадзе, Александр Гурнов, Рифат Сабитов, Владимир Гомельский, Арина Шарапова, Петр Марченко, Этери Левиева. Известные продюсеры, телеведущие, корреспонденты, руководители телекомпаний. Тэфи собрал в Омске лучших экспертов в тележурналистике. Именно они решат, кто пройдет следующий тур и, может быть, получит статуэтку. Только вот сделать это не так просто. На конкурс поступило 524 работы. Хотя среди участников ходил слух, что якобы члены жюри полностью программы и репортажи не отсматривают. Уже через 7 секунд нажимают на стоп. Ну, кто-то прицепился к этой истории 7 секунд. Ну, что за чушь какая-то? Ну, кто-то такой ляпнул. Ну, это же не значит, что так все делают. Ну, конечно, нет. Но вот сейчас было 200 работ. Просто я отвела им. Вот я знала, что я сюда еду. Да, вот я им отвела месяц. Миф 7 секунд Шарапова развеяла в программе 12-го канала «Звездный полдень». Ведущая программы Юлия Ковыршина решила проверить, а не лукавит ли Арина Яновна. И предложила ей прямо в прямом эфире оценить работу еще одной телеведущей. Добрый вечер. Вести российского телевидения в эфире. Постепенно входит в норму наша столичная жизнь. И мы начинаем подводить итоги кровавой драмы в Москве. Сегодня с обращением к российскому народу выступил Борис Ельцин. Вот я сейчас смотрела на эти эфиры. Чуть-чуть вот так вот сжатые губы. Вот так вот чуть-чуть. Да, они означают волнение. Вот чуть-чуть. Ну хорошо, все равно хорошо работала девушка. Больше 15 лет работы в кадре не могли пройти бесследно. Поэтому оценивать телеведущих – это ее любимое занятие. И речь идет не только о судействе номинантов на премию ТЭФИ. Мне интересно посмотреть на телевизионных ведущих. Конечно, я смотрю с большим интересом. Но вот не обманешь, понимаете? Не обманешь. Даже если ты суперкрасавица, и ты вообще такая вся прекрасно выглядишь. Или мужчина какой-то суперпрекрасный. Не обманешь. Глаза выдают, понимаете? Но все-таки есть какие-то... Но это и не про вас. У вас с глазами все хорошо. Спасибо. Комплименты – это, конечно, приятно. Но их было не так уж и много. Во время разбора полетов телевизионные метры только что не применяли сил, говоря о недочетах и промахах региональных коллег. Антон Степоненко даже предложил резать. Нет, ни один журналист не пострадал. На сленге репортера «резать» – значит сокращать хронометраж материала. Ты должен зрителя взять за одно место и сначала до конца держать. Пусть это будет три минуты, но они как-то быстро. Бах! Все! Он твой. Исполнительный продюсер дирекции информационного вещания НТВ Петр Орлов приказал выключить музыку. Опять же перевожу с языка телевизионщика. Во многих новостных сюжетах, которые прислали на конкурс, видео и текст репортера сопровождался какой-либо мелодией. А в информационной программе это недопустимо. Новости – это зеркало нашей жизни. А как известно, в пробке флейта не звучит, а во время аварии барабаны не бьют. В одном материале я шахал пел. Там была музыка, я условно говорю, из «Титаника». Методика учителей в школе ТЭФИ – классическая. Кнут в перемешку с пряником. Есть очень сильные работы и в этом году, и в все предыдущие годы. И более того, если посмотреть на то, кто работает на федеральных каналах, практически большинство – это те люди, которых мы нашли на региональных каналах. Они все не москвичи. Региональное телевидение не стоит на месте. Оно идет вперед, пытается следовать мировым трендам. Максимально быстро доставлять информацию. Один из примеров такой телекомпании, не будем скромничать, – наш телеканал. Все этапы Омского ТЭФИ мы показывали буквально в режиме реального времени. Практически каждый выпуск новостей у наших ведущих за столом были звездные гости. Мы выходили в прямой эфир из аудитории, где проходили мастер-классы. Петр буквально вот только что прилетел, стоял в пробке. Мы боялись, что он не успеет на наше прямое включение. Спасибо, что уделили нам время. Я вас отпускаю, потому что уже заседание жюри, а это очень важно. Показать самый важный этап ТЭФИ – голосование – мы не можем. С этой процедурой нет ни одного кадра. По правилам, никто, кроме членов жюри, не имеет права находиться в комнате. Хотя, если бы мы знали, как в этом году громко проходил выбор финалистов, то обязательно стояли бы неподалеку. Ведь мы же журналисты, а что не сделаешь ради эксклюзивной информации. И хоть Петр Марченко на заседание жюри пришел вовремя, все-таки график ТЭФИ сбился. Согласно расписанию, на голосование было отведено полтора часа, но эксперты дискутировали на час больше. Сделать выбор было нелегко. Я приехала к вам сразу после заседания жюри. Я, естественно, вам ничего не расскажу, но я вам хочу сказать, что драки были, понимаете? Мы все приехали подготовленными. И когда люди готовы и знают, о чем речь, происходят вот эти столкновения. Вот мы дрались. Ну, в кавычках, конечно. В общем, такое жюри на этот раз было непростое. Вот теперь можно начинать церемонию награждения. Барабанная дробь... Хотя к чему этот пафос? Просто нажмем play. Если честно, мы волнуемся. Этой фразой ведущий церемонии решил снять напряжение участников. Ведь к словам журналиста, известного телеведущего Петра Марченко, никто всерьез не отнесся. Согласитесь, практически 15 лет в прямом эфире неплохая тренировка перед церемонией ТЭФИ. Кстати, Марченко не только вел церемонию, но и оценивал конкурсантов. В том числе и свою соведущую, Гузель Камаеву. Вернее, ее работу на телеканале «360 Подмосковья». И оценил совсем неплохо. Ее коллеги трижды поднимались на сцену за дипломами. Я хочу обратить внимание, Гузель получила сценарий незадолго до начала церемонии, но никому не проболталась. Секреты никому не раскрыла. Молодец, держала интригу до последнего втайне. В зале к успеху телевизионщиков из Подмосковья отнеслись неоднозначно. И дело не в зависти, а в не совсем равных технических возможностях. Например, известно, что телеканал во время съемок репортажей использует личный вертолет. Прямо сейчас съемка новостроек области с борта нашего вертолета. При том, что на некоторых региональных телецентрах снимают новости несколькими старыми видеокамерами. Прозвучала такая фраза, ну вот, ну вы же такие вот крутые, приехали из Москвы, у вас есть вертолет. На самом деле наша главная ценность не в этом. Правда, серьезно. Уже без вертолета несколько раз взлетели на сцену, а значит и в финал ТЭФИ журналисты из Екатеринбурга. Причем это были представители разных телекомпаний. Сначала Урал забрал дипломы в номинации «Лучшая информационная программа для города-миллионника». После их коллег отметили как лучших интервьюеров. Также соседи оказались в категории «Лучшая программа о спорте». Самых сильных репортеров назвал исполнительный продюсер информационного вещания НТВ. Петр Орлов признался, что это был самый сложный выбор. У меня было 16 номинантов. Мы переголосовывали несколько раз. Дипломы уезжают в Иркутск, Уфу и в Екатеринбург. На сцену то и дело поднимались репортеры на высоких шпильках. Если Шарапова за эти дни часто повторяла, что у журналистики должны быть честные и умные глаза, то статистика показала, что у современной журналистики женское лицо, но при этом мужской характер. Юлия Хотылева отправила на ТЭФИ спецреп под названием «Люди и твари». Историю о том, как стая бродячих собак загрызла ребенка. «Я всегда снимаю подобные вещи. Мне стало особенно тяжело снимать такое, поскольку я стала мамой. Это ужасно. Особенно мне достаются происшествия с детьми. И это тяжелее всего. Я постоянно плачу на съемках, я постоянно переживаю». И хотя на каблуках журналистки держатся уверенно, все-таки в один поставленный телевизионный голос заявляют. На региональном ТВ – острая нехватка сильной половины человечества. И одна из причин того, что на местных телеканалах отсутствуют брутальные лица – утечка тестостерона в столицу на федеральные телеканалы. Вспомним нашу историю Золушки. Ведущий 12-го канала Николай Зусик отправился в Москву на пресс-конференцию президента. Поднял руку, задал вопрос Путину и уже через несколько минут в его телефоне звучал вопрос от руководства телеканала «Россия-1». Николай, а не хотели бы вы работать у нас? О главных событиях в России за рубежом расскажут «Вести» в студии. Николай Зусик, здравствуйте. Да, сегодня региональные телеканалы не стоят на одной ступени с федеральными. Но мы не ниже, мы просто ближе к нашим местным зрителям. А значит, ближе к закрытым дверям прозаседавшихся чиновников, ближе к управляющим компаниям, которые отказываются хорошо работать, ближе к нашим ветеранам, ближе к нашим зрителям. Бронзовых орфеев в этот вечер никто не получил. Ведь Омск принял у себя только полуфинал регионального ТЭФИ. Статуэтки будут в Нижнем Новгороде в конце ноября. Там уже в каждой номинации назовут не трех, а одного лучшего. В конце церемонии зазвучала песня «Ветер перемен». Символично. Ведь те, кто в этот вечер были в зале, те, кто выходили на сцену, те, кто несколько дней практически в режиме реального времени показывали вам ТЭФИ регион 2015, работают не ради бронзового орфея, а ради перемен. В лучшую сторону. Хотя если однажды древнегреческий музыкант все-таки исполнит любимую мелодию 12 канала, мы будем ТОЛКА РАДО.